И врачу, и родителям важно вовремя обнаружить состояния, которые требуют своевременного лечения. Ответы на частые вопросы по развитию ребенка можно было получить на лекции врача-невролога и логопеда-дефектолога в Центральной библиотеке. Мы обычно смотрим двигательное развитие, какие навыки приобретает ребенок, нормы, советские нормы или все-таки они более обширные, то есть когда это точно уже все, то есть надо идти переживать и когда не стоит. Мероприятие было организовано сообществом «Про бизнес» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник». Каждый день у нас новое мероприятие, мастер-классы, лекции для родителей, угощения, но это связано с правильным питанием обязательно. Один из организаторов, руководитель частного детского сада Аксинья Гераськина, тоже посетила лекцию в качестве слушателя. Для нее эта тема особенно актуальна, ведь работать приходится с разными детьми. Мы объединили предпринимателей для того, чтобы помочь деткам с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы их социализировать, для того, чтобы общество не относилось к ним как к изгоям. На лекции были рассмотрены темы воспитания и поведения ребенка, развитие речи, психоэмоциональные состояния. Как отметила логопед Анна Хоренкова, в каждом случае необходим индивидуальный подход. Родители говорят, что ребенок никому ничем не обязан, он должен развиваться, как он развивается, но это не так. Есть определенные нормы, есть определенные вехи развития, и мы, как специалисты, должны сообщить родителям о том, на чем они должны застрять внимание. Специалисты пояснили неравнодушным родителям, что многое зависит от возраста ребенка, и рассказали, на что нужно обратить внимание на каждом этапе. В возрасте год-два еще не совсем заметно, но специалисты это видят, и мы хотим, чтобы родители обращали внимание именно на определенные вехи. Информацию обо всех мероприятиях акции можно узнать на страницах в социальных сетях «Сообщество про бизнес». Стоит отметить, что все они проходят бесплатно. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.